Музыка Каким образом номенклатуре удавалось удерживать некоторое время, по крайней мере лет 20, наше общество в таком виде, в каком оно было, невзирая на вот это самое противоречие? Прежде всего здесь играла роль идеология. Идеология всегда является стержнем своего рода общества. Идеология никогда не бывает научной теории. Хотя она может строиться, кстати, статистическая идеология строилась на научной теории, на марксизме. Но она обычно очень сильно отличается от тех научных взглядов, которые имеет то иное общество. Особая роль идеологии начинает сказываться еще в рабовладельческом обществе, а дальше, ну там в основном это тройболистская идеология, а дальше в обществе феодальном. В феодальном обществе роль идеологии играла религия. Религия, как сказал Маркс совершенно справедливо, опиум народа. Народ сам себе придумывает такой способ, чтобы обезболить то, что уж очень сильно болит. Да, можно при этом и наркоманом стать, но когда прижало, никуда не денешься. Но когда начинает заменяться феодальный способ производства капиталистическим, роль религии постепенно начинает меняться. Ну, как вы помните, Энгель в свое время говорил, что новая идеология, как правило, выступает в религиозной форме. Таким же образом при капитализме она начала выступать в виде протестантизма. Ну, а потом добавился индивидуализм там и целый ряд других. Сегодня капитализм уже не нуждается в религиозной идеологии. На Западе происходит так называемое расцерковливание, есть такое течение. Вот, и причем даже иногда это официально видно. Ну, скажем, если Белый дом рассылал раньше открытки поздравительные, Merry Christmas and Happy New Year, то сейчас Merry Christmas убрано. Все, только Happy New Year. И можно только сожалеть, что, скажем, первый секретар ЦК КПУ Симоненко, поздравляя наших людей, говорит, поздравляет с Новым Роком и Резвом Христовым. Жаль, но это так. А уж, скажем, КПРФ, там вообще в них отношения с религией такие запутанные, такие путанные, что... Какая идеология была в нашем обществе? В нашем обществе это была идеология, идеологическую роль играл так называемый марксизм-ленинизм. Марксизм-ленинизм это не марксизм, который Ленин вроде бы продвинул, изменил. Это именно уже идеология, приспособленная к интересам номенклатуры, подогнанная. И поэтому я не имею сейчас возможности приводить соответствующие примеры, показывать, как это делалось и в чем отступали от научного подхода. Но, тем не менее, это именно так. Социализм, как и любой другой общественный строй, без своей идеологии, а в данном случае, повторяю, она все-таки базировалась на научных основах, существовать не может. Причем, в зависимости от того, где этот социализм развивается, эта идеология будет, конечно, иметь разный вид. У нас это был, как я уже сказал, некий марксизм-ленинизм. А скажем, в Китае это идеи Мао Цзэдуна, идеи Дэн Циопина, которые достаточно существенно отличаются от того, что было у нас. Но это и понятно, ибо китайская цивилизация достаточно сильно отличается от евразийской, и поэтому и отличия достаточно серьезные. Именно одна из причин того, что удалось так легко убедить наших людей в том, что социализм их не должен устраивать, а надо возвращаться к капитализму, были и несовершенства этой самой идеологии. Ну, в результате получилось то, что получилось. В результате вот эти самые представители номенклатуры совместно с некими там новыми русскими, украинцами, казахами, я знаю, кто там еще, раздеребанили, как нас теперь любят говорить, общественную собственность, как ее называли тогда, превратив ее в собственность частную, и мы получили некий вроде бы капитализм, вот возвратившись, как нам говорят, на столбовую дорогу развития цивилизации, в некую цивилизацию. Ну, рассматривать сейчас, что собой представляет эта цивилизация, в которой мы, как говорится, возвратились, у меня просто, я уже вижу времени не очень много, поэтому делать я это не буду. Какой результат этому мы видим, по крайней мере для нас. Нам сколько угодно могут говорить о правах человека, о правовом сознании, о демократии и так дальше, и так дальше, но те, кто так говорит, они очень не любят цифр, потому что, если за этих 20 лет развитие всего мира добавило 65%, то мы теперь имеем только 73% от того, что имели в 1991 году. Этого вроде бы достаточно. Если при этом даже не говорить о развале культуры, о целом ряде других регрессивных явлений, которые имеются в нашем обществе. И сегодня вся фактически идеологическая машина сегодняшних наших можно-владцев направлена даже не столько на создание новой идеологии, они пытаются ее создать, ничего из этого, конечно, не получается, сколько на оплевывание той, которая была у нас, сколько на оплевывание вообще нашего прошлого, на советской власти, коммунистической идеи и так дальше, и так дальше. Другого выхода у них нет. Ведь мы за это время потеряли 7 миллионов человек. Потеряли промышленность, потеряли культуру, потеряли свое положение в мире. В общем-то, потеряли практически все. Наверное, единственный способ оплевать наше прошлое и сказать, видите, вот как было плохо. Да, сейчас мы что-то недорабатываем, но это дело временное, а вы зато теперь, наверное, имеете демократию там, ну и так дальше, и так дальше. То есть слова вместо дела. Это одна из причин, почему сегодня мы не имеем революционной ситуации. Люди, очень многие люди, понимают, что в те времена было лучше. Понимают, что мы деградируем, у нас регресс, а не прогресс. Все это понятно. И все-таки революционной ситуации нет. И одна из причин отсутствия революционной ситуации, это именно то, что мы имеем сегодня массовое идеологическое давление на людей наших, на наш народ, на наше население. Давление всеми возможными способами. Ну и печать, и, конечно же, прежде всего, телевидение, и сейчас уже интернет. Все подключено под эту задачу, под решение этой задачи. Но это одна сторона дела. Есть, к сожалению, и другая. А именно, Существуют люди, которые поставят для своей целью борьбу с нынешним режимом, с нынешним состоянием, с нынешним общественным строем, борьбу с тем, чтобы вернуться обратно на социалистический путь развития. Таких людей достаточно много. Они по-разному представляют себе характер этой борьбы, по-разному представляют себе цели этой борьбы. И поэтому, к сожалению, мы имеем сегодня так называемую коммунистическую многопартийность. Когда много различных групп, которые сходятся в том, что что-то менять надо, причем менять все-таки в сторону социализма, но плохо понимают друг друга, когда один мается вопрос о том, а что же мы хотим получить. Чего мы в результате хотим достичь. Допустим, у нас действительно будет революционная ситуация. Завтра. Допустим, действительно выйдут люди, не ради маниловских лозунгов о том, как будет хорошо им в Европе, а действительно выйдут против эксплуатации, действительно выйдут за социализм. И что же мы им предложим? Какой социализм мы хотим получить? Какова цель этой борьбы? Вот ведь в чем дело. Так вот, когда касается этого вопроса, то здесь еще больше расхождения, чем применительно к тому, был у нас социализм или не был, и если был, то какой. Причем расхождение получается даже не научного характера, не в научном анализе возможных перспектив, то есть научного прогнозирования, а в, скорее, некой маниловщине, неких представлениях о том, что хотелось бы. Ну, мало ли что, хоть кому-то хотелось бы. Ведь речь идет о том, если мы марксисты, если мы верим в существование неких законов развития общества, то надо просто знать, как развивается общество, надо знать, какие возможны этапы его развития, и тогда стремиться к достижению следующего этапа, никак не иначе. Что же хотят получить в результате? Большинство тех партий, которые сегодня называются коммунистическими, решают этот вопрос просто. Они хотели бы вернуться к тому социализму, который у нас был. вернуться к, опять же таки, к государству-фабрике, вернуться к руководящей и направляющей роли коммунистической партии, вернуться, опять же, к той же единой идеологии, а именно к тому же марксизму-ленизму, то есть фактически восстановить то, что было. Говорят те, кто не согласны с этим, как же восстановить то, что было? Вы же видите, что получилось из этого. Говорят, да, получилось, потому что были люди такие, они обуржуазились, они предали. А вот если поставить других людей, ну, подразумевается всё-таки, ну, нас мы, мы же всё-таки, так сказать, боремся, вот, то мы люди честные, мы люди преданные, мы сделаем всё, что от нас зависит, вот для того, чтобы такое не повторилось. Ну, что ж, субъективно они, безусловно, правы. Они и правда честные, преданные люди. Но дело в том, что если восстановить систему, то система сделает с этими людьми то же, что она уже один раз сделала. Другими словами, возврат назад невозможен и бессмыслен, и бесперспективен. Ибо, с одной стороны, его действительно нельзя затечить, за такими лозунгами никто не пойдёт. Потому что, кроме положительных черп, наш социализм особенно в конце уже имел массу отрицательных. И всевластия номенклатуры, её чванство, её особый стиль жизни, и выборы без выборов, постоянная ложь и так дальше, это же имело место. И никто не хочет к этому возвращаться. Да, к сожалению, это некие, так сказать, пятна на светлом лике социализма, но они имели место, и, к сожалению, они постепенно сгущались. Вернуться назад, повторяю, и невозможно, и делать это не нужно. Что же мы тогда хотим? Я думаю, что вернуться надо не в социализм, тот, который мы знали, даже если мы его так назовём, а на социалистический путь развития. То есть, другими словами, ставить цель надо в следующую фазу социализма, а не та, которая минула уже без возврата, которая сыграла свою чрезвычайно важную и исключительно положительную роль в развитии нашей страны, но которая уже прошла. Прошла и возвращённой быть не может. Хорошо, но какая же новая фаза социализма должна быть? Ленин в своё время говорил, разбитые армии хорошо учатся. Мы потерпели поражение, разгром, прямо скажем. Должны были бы учиться, должны были бы разрабатывать теорию, имеем ли мы именно такое положение в настоящий момент. К сожалению, это не так. К сожалению, мы не имеем сегодня усильного направления именно на разработку теории. Вспомните, когда Ленин готовил революцию, он фактически занимался двумя вещами, названием которым было одно целое партия. Эта партия, с ленинской точки зрения, должна была иметь, во-первых, научную программу, во-вторых, жёсткую, чёткую организацию. Что сегодня мы имеем, даже в коммунистическом движении, в разных местах, я не говорю только про Украину, мы имеем ещё некие, можем так сказать, рудименты организации, совсем даже неплохие. Мы имеем людей, объединённых вместе, которые в своей массе верят в коммунистическую идею и готовы за неё бороться. Но мы не имеем программы, мы не имеем программы, за что бороться. Мы не имеем, ну, программа, естественно, есть у всех, это, безусловно, некая формальная программа, но мы не имеем теории, какой социализм мы хотим получить в результате вот этой за него борьбы. Какой? А вот это как раз и вопрос сложный. Во-первых, он должен быть не такой, а какой. И вот тут вернёмся опять к Ленину. Я думаю, но это моё личное мнение, что если бы Ленин прожил ещё хотя бы лет 20, мы бы пошли совсем другим путём и имели бы сегодня совсем другой мир, не только нашу страну. Но он, к сожалению, не прожил этих 20 лет. Однако же, Ленин перед смертью написал статью, чрезвычайно интересную. Одну из тех, которые называются его завещанием, я имею в виду статью о кооперации. Почему я на неё обращаю особое внимание? Потому что я уже обращал на это внимание, что классики марксизма и Ленин в том числе считали, что государство при социализме должно быть единой фабрикой. Ленин вообще, говоря, никогда не покушался на основы марксизма. Он признавал марксизм в целостности, полностью. У него было гениальное чутьё, и если не совсем совпадали те выводы, которые были из классического марксизма с тем, что в данный момент надо было делать, он находил решения, и решения, как правило, в подавляющем большинстве верные. Ну, что скажешь, Ленин был, наверное, человеком в 20 веке, который оказал самое большое влияние на развитие человечества в этом веке. Очень сильное. Было ещё 2-3 человека, которые оказали сильное влияние на развитие человечества в 20 веке, но оно всё равно ниже, чем влияние Ленина. Если вообще можно говорить о влиянии к какому-то особому личности, ибо личности, они тоже есть результат развития общества, но всё-таки личность есть личность, и в данном случае ленинская личность. Так вот, вернёмся к тому, что написал Ленин в этой статье своей. Небольшая статья, уже в те времена ему трудно было работать, она не разработана так, как обычные были ленинские статьи, и тем не менее, здесь у него есть совершенно гениальное открытие. Ленин первый раз в марксизме говорит не о единой фабрике, а о социализме как совокупности, как совокупности кооперативов, то есть отдельных хозяйственных организмов, хозяйствующих организмов. Первый раз, повторяю, в марксизме. Сам Ленин к кооперации относился крайне не отрицательно в буржуазной кооперации, считая, что она не вносит практически ничего нового. А то сегодня там увлекаются еще и сейчас некоторые псевдо-марксизмы, буржуазные кооперации, считая, что она может быть путем перехода к социализму и так дальше, и так дальше. Ленин говорил, что когда речь идет о паях, то никакого отличия от любых других капиталистических предприятий, по сути, в принципе буржуазной кооперации не имеет. Но здесь идет речь об особой кооперации, когда никаких паев нет, когда собственность на средства производства принадлежит не кооперативам, а государству. Вот та самая расщепленная собственность, о которой я вам говорил с самого начала. И вот если бы мы обратили внимание на эти ленинские слова, на эту ленинскую последнюю работу, я думаю, что нас было бы основой для разработки следующего этапа социализма. Эти кооперативы с точки зрения Ленина должны были взаимодействовать друг с другом. А что есть взаимодействие друг с другом отдельных хозяйствующих субъектов, это, знаете ли, торговля. И вот тогда мы натыкаемся на этот старый спор так называемых наших товарников, без товарников, который с моей точки зрения абсолютно пустопорожний. Вот где одни доказывают, что произведенная социалистическим предприятием, произведенная продукция является товаром, а другие говорят, что она являться товаром не может. я не хочу говорить сейчас об этом споре, с моей точки зрения он вообще не имеет смысла, достаточно бессмысленно, но, тем не менее, мне кажется, что именно на этих ленинских основах следует думать о будущем социализме. Что же должны были бы представлять себе эти кооперативы в частности и вся хозяйственная система вот этого этапа социализма вообще. В этом случае мы имели бы некие хозяйствующие субъекты, которые представляют собой производственные коллективы, которые хозяйствуют на средствах производства полученных ими в аренду от советской власти, от государства. При этом каждый человек может выйти в этот коллектив, может выйти из него совершенно свободно, ведь он не связан паями, ему не надо вносить пай, входя в следующий коллектив, ему не надо отдавать этот пай, или выкупать его, или получать его, и так дальше, если он из этого кооператива выходит. То есть, другими словами, здесь полная свобода. Здесь не существует наемной рабочей силы. Человек приходит в кооператив, где все хозяева, где никто не может купить, даже если он пришел в кооператив, ее рабочие силы не покупают, он вливается в этот кооператив. Купить можно в том случае, если бы он пришел туда, где уже имеются паи, где средства производства принадлежат кооперативу, тогда они хозяева, а ты извини, нет. Ты пришел новый, вот тебе придется соответствующим образом, каким-то образом уже работать за плату только, а не получать то просто, что ты выработал. Это тоже очень существенный момент. Но вопрос управления этим кооперативом. Представим себе, это, конечно же, уже фантазии, потому что это все должно научно разрабатываться, но представим себе структуру такого коллектива. Каким бы он мог быть? Возглавлять этот коллектив, руководить им, распоряжаться всем той собственностью, которая взята в аренду этим коллективом, должен быть, должен трудовой совет, совет трудового коллектива, избранный этим трудовым коллективом. Причем если бы я писал такое положение, я бы написал без участия администрации. А вот управлять должна администрация. Но администрация назначенная советом этого трудового коллектива. Производство может быть только единолично управляемым. Безусловно. Во главе директор, который свою администрацию назначает, начальников цехов и так дальше, и они управляют. Но если управляют плохо, трудовый коллектив ее просто-напросто меняет. Вот и все. То есть не надо путать две разных вещи. Управление и распоряжение. Вы возьмите любую капиталистическую компанию, которую уже давно отработали системы руководства. У них совершенно четко. Есть президент, который управляет вместе со своей группой управленческой работой этой компании, и есть совет директоров, который распоряжается средствами этой компании, который назначает президента, который контролирует президента, который поменяет его, если он будет неэффективным. Вот в чем все дело. То есть в этом случае получается точно, это повторяю, отработано уже веками и очень даже неплохо отработано. Вопрос только в том, что там это все решают акционеры, а здесь должен решать весь трудовой коллектив. Хорошо, а как же обеспечить интересы общества в целом? Ведь ради этого должно вестись производство. обеспечивается оно очень просто. Во-первых, через владение средствами производства. Ведь советы, давая по аренду трудовому коллективу те или иные средства производства, начиная от земли, корпусов, фабрик, оборудования и так дальше, и так дальше, они не просто так отдают это. По аренду ведь, то есть рента, и эта рента может быть разной, в зависимости от того, выгодно обществу функционирование данного хозяйственного субъекта или не выгодно. Каким образом можно на это влиять? Существует такая вещь, как индикативное планирование, которое безусловно должно существовать, и которое определит место каждому трудовому коллективу в общих хозяйственных планах на будущее. и так дальше, и так дальше. То есть, другими словами, возможность такого решения существует. Были ли попытки такого рода хозяйствования? Да, были, были у нас. Если помните, не знаю, помните ли вы эту фамилию, был такой Худенко, который образовал колхоз, организовал, который работал именно вот на этих условиях. Ему государство давало в аренду средства производства, землю и оборудование, а люди просто работали выплачивая ренту. И все. У них оказалась невероятно высокая производительность труда. И почему? Только по единственной причине. Потому что они никогда не делали того, чего делать не надо, и всегда делали то, что делать надо. Вот и все. Ибо они были сами хозяевами собственного производства. К сожалению, это можно было внедрить. Это могло быть зародышем нового социализма. А куда деть тогда номенклатуру? Куда мы тогда денем райком, который раньше распоряжался всем и указывал, когда сиять, когда пахать, что сойти? Куда его денем? Куда эти люди денутся, спрашивается? Поэтому кончил свои дни Худенко в тюрьме, ну, как следовало ожидать в этих условиях. к сожалению. Но что было, то было. Но если бы и на следующем этапе позволим возродиться номенклатуре, то мы получим в результате то же, что мы и получили. Но для того, чтобы вот такая система действовала, я уже сказал, есть еще один момент, кроме самого трудового коллектива, а именно советская власть, советы. Что должна представлять собой в таком случае советская власть? В таком случае советская власть должна быть по-настоящему народной. Вы помните, что говорил Ленин о тех советах, которые мы имели? Он говорил, что советы у нас из советов трудящихся превратились в советы для трудящихся. то есть они стали командовать, но перестали чувствовать решение вот это. Вы знаете, недавно я прочел интервью российского историка Юрия Жукова, который говорил как раз о временах, когда формировалась Конституция, которая потом была названа Сталинской, то есть 1936 год и так дальше. он упомянул о том интервью, которое Сталин давал в свое время, где как раз шла речь о Конституции и в том числе о выборах. И вот Сталин говорил тогда, что у нас многие заелись, что в этом интервью, многие заелись, многие перестали чувствовать за собой руководящую, направляющую народную силу, стали неэффективными хозяйственниками, неэффективными менеджерами, ну там не было этого слова, конечно. Вот они должны быть переизбраны. И вот в это время, когда у нас будут выборы, как раз вот эта избирательная борьба должна привести к тому, что лучшее место займут. так вот Жуков этот говорит, что после этого Сталину было целое паломничество ведущих номенклатурщиков, прежде всего на уровне первых секретарей обкомов и так дальше, и вот такого уровня, которые буквально требовали поменять это дело. И что из этого вышло, вы знаете, Сталин не смог устоять. Не смог. И мы получили те выборы без выборов, которые мы и имели. Но тут ничего не поделаешь. Каждый из этих номенклатурщиков смертельно боялся Генсека, то есть первого секретаря тогда, но все они вместе все-таки могли диктовать свою волю. И так оно и было. Поэтому сами по себе выборы очевидно все-таки должны быть другими. Выборы должны быть во-первых непрямыми. То есть другими словами основой советской власти должен быть районный совет. Там где люди знают друг друга и где не пройдет обман, где не пройдут разговоры всякие и так далее. А уж дальше эти люди которые знают всех тоже могут делегировать в областной совет, а те дальше. И вот таким образом может быть построена вся система советов. А исполнительная власть опять же строится таким же образом. То есть другими словами во главе совет министров или там назовите его как хотите исполнительная ветвь, которая назначается советами и может быть поменена в любой момент. А что касается советов любой депутат из любого места может быть отозван в любой момент. Неформально, потому что для того, чтобы отозвать с Верховного совета человека не надо собирать всех избирателей какого-то округа. Достаточно, чтобы его в районе отозвали. Он же прошел через район, через область, только тогда попал в Верховный совет. И все. То есть никто монкировать своим обязанностям в таком случае не мог бы. Но повторяю еще раз. Это только сегодня это все на уровне фантазии. А вообще говоря, необходимы научные изыскания, необходима теоретическая работа, которая позволила бы на базе научных же прогнозов поставить задачи. Так, как на базе научных прогнозов своих, в свое время Маркс Хенкельс поставили задачи будущей социалистической или, как они говорили, коммунистической революции. Так следовало бы сделать и сейчас. Но что для этого надо? Во-первых, действительно надо на высокий уровень поднять теоретическую работу. Но теоретическую работу нельзя поднять на высокий уровень без дискуссий. Вот чего сегодня не допускает ни одна коммунистическая партия и вообще любая коммунистическая группа, даже вот небольшие, так это свободных дискуссий. Каждый имеет свое собственное толкование марксизма и на нем настаивает, причем толкование именно классического марксизма, его же непередеши. марксизма. Они не могут даже себе представить, что выполнить пожелание Маркса, который говорил о том, что всякое развитие возможно только при отрицании предыдущей ступени, можно в данном случае только путем отрицания некоторых положений, в том числе и весьма важных тем, которые были частью классического марксизма. С этим ничего не сделаешь. Новое знание должно существовать. Не существует вечных истин. И поэтому мы должны быть благодарны классикам марксизма за то, что они сделали первый шаг, за то, что они сделали этот эту ступеньку, а дальше должны двигаться дальше, опираясь на неё. Или, как говорил в своё время Ньютон, когда говорят, что я сумел что-то сделать, то это только потому, что я стоял на плечах гигантов. Вот и нам надо попытаться подняться на тот уровень, который был достигнут марксом Энгельсом и попытаться посмотреть дальше. Но для этого, кстати, как минимум необходимо на этот уровень подняться. Сегодня, я думаю, легче встретить слона на улицах Киева, чем доктора экономических наук, который проработал все три тома капитала. К сожалению, а уж про рядовых, так сказать, марксистов вообще говорить нечего. Марса они не читают, не изучают. марксисты знают, как правило, из вторых рук. Тут много не подискутируешь. Позапоминали, особенно те, которые в свое время проходили еще высшую паршколу, позапоминали набор цитат, очень хорошо научились ими жонглировать, и все, дальше не движутся. Итак, прежде всего, самое главное, это открытая и яростная, если хотите, дискуссия. Дискуссия, дискуссия и еще раз дискуссия. В конце концов, истина возникает только в споре. Там она рождается. Другого способа возникновения истины, в том числе истины марксистской, коммунистической, быть не может. Редактор субтитров А.Семкин